Здравствуйте, уважаемые участники. Меня зовут Роман Симаков. Я представляю компанию RedSoft, о которой, наверное, уже сказано пару раз название звучало. Первый доклад это был доклад как раз о том, где RedSoft выступает. Выступал и выступает и продолжает выступать в качестве подрядчика, поставляя свои решения. Компания RedSoft была основана в 2006 году. Все решения компании базируются на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Код открытый, его можно получить. Ключевой продукт компании является СУБД RedBaza данных. Название может быть не очень знакомое, но, скорее всего, должно быть знакомо название Firebird. То есть СУБД RedBaza данных, это, в первую очередь, основано на СУБД Firebird и активно разрабатывается при взаимодействии с сообществом Firebird, также учитывая пожелания собственных клиентов, и разрабатывается по нескольким направлениям. То есть, в первую очередь, это безопасность, сертифицированная безопасность и дальнейшая работа касается функционала. Одним из слабых сторон многих open-source проектов, которые начинались, скажем так, для выполнения каких-то задач, но вопросы безопасности там, к сожалению, рассматриваются не в самую первую очередь. Такое случилось и с Firebird, какие-то зачатки там есть, но полноценной поддержки безопасности в ней не было. Соответственно, мы проанализировали требования руководящих документов и в результате реализовали ряд доработок, которые позволили получить сертификат соответствия FSTEC на соответствии пятому классу защищенности от несанкционированного доступа. Четвертому уровню контроля от недокументированных возможностей и также СУБД можно использовать для построения автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно, а также для системы обработки персональных данных до первого класса включительно. Эти доработки опробированы, они применяются, они используются. Было уже несколько инспекционных контролей пройдено. И также в 2013-2014 году происходили и происходит ряд доработок, направленных на повышение класса безопасности. В частности, планируется получить сертификат для класса защищенности 1В. Немножечко подробнее остановлюсь, что именно было сделано. То есть в рамках доработок было реализовано несколько функций, которые требуются по руководящим документам. Это многофакторная аутентификация пользователей, при которой можно использовать различные факторы, пароли, сертификаты, какие-то учетные записи. ЛДАП об этом чуть позже. Также поддерживаются политики доступа, то есть возможно указать, какие именно факторы требуются, чтобы войти в систему, какова должна быть сложность пароля, сколько ограничений на попытку входа и так далее. Кроме того, вся криптография возлагается на сторонние сертифицированные средства, в частности КриптоПРО, то есть это тоже требования руководящих документов, потому что вообще сертификаты и лицензии на криптографическую деятельность и создание криптографических средств не более жесткие, и это отдельная история. То есть руководящий документ явно требует использовать сертифицированные криптодвигатели. Кроме этого, был добавлен аудит событий базы данных и сервера, а также мониторинг производительности сервера с целью оптимизации взаимодействий клиентских приложений с УБД. И контроль доступа к системному каталогу и обезличивание памяти, чтобы после завершения приложения участки памяти не содержали той информации, которую они обрабатывали. И доступ к таким участкам не был бы получен. То есть это в настоящее время ведутся работы по полному шифрованию базы, включая шифрование колонок на ключах пользователей и также по реализации мандатного доступа пользователей к хранимой информации. Дискреционный доступ уже существовал, поэтому я в нем здесь как подработка хотели не говорить. Но такая функция была реализована. Кроме этого, были произведены доработки, касающиеся функциональной части. В частности, Warbird не поддерживает RedBase данных, уже имеет в своем составе возможность онлайн-репликации всех изменений на один либо несколько удаленных серверов как в синхронном, так и асинхронном режиме. То есть это позволяет создать устойчивую систему, систему устойчивых сбоем, которая может работать в режиме 24 на 7, переключать в случае сбоя какого-то, переключать работу сервера на какой-то резервный сервер. Сбои могут быть разные, то есть это может быть обусловлено каким-то аппаратным сбоем, отключением питания, какими-то другими проблемами с каналом связи. То есть все это позволяет, все это может быть в реалии нашей жизни, но бороться с ними можно благодаря свежей актуальной копии. Но я думаю, многие знают, что такое есть и используется. Такое же есть и в RedBase данных. Технология показала эффективность в работе Федеральной службы судебных приставов, в частности в области межведомственного взаимодействия. Сейчас все внедрено, функционирует, и при правильной настройке позволяет сохранить производительные системы. Ну, естественно, добавляет каких-то наплодных расходов, но они в порядка не более 10%, то есть в разумных пределах позволяет сохранить работоспособность в высоком уровне. Следующая доработка функционально была сделана уже давно. В AirBerde это тоже появляется, но в RedBase это было сделано еще задолго. Это внешние хранимые процедуры на языке Java. Это позволяет создавать более эффективные средства обработки внутри сервера, интегрировать какие-то сторонние библиотеки. Это переносимый код. Можно генерировать свои наборы данных какие-то, которые, может быть, разбирать какие-то данные в своем формате и представлять их в революционном виде, ну и так далее, то есть вплоть до взаимодействия с другими, с УВД. RedSoft. Кроме RedBase данных, RedSoft использует другие открытые библиотеки, открытые технологии, в частности, это Google Web Toolkit для построения трехзвенных архитектур, Tomcat и так далее. Временей у меня остается мало, поэтому я постараюсь пролистать более быстро. Также встроен полнотекстовый поиск, основанный на высокопроизводительном движке LUSIN, который позволяет искать информацию по документам различных форматов. Кроме этого, реализована технология аутентификации через LDAP, то есть крупная информационная система может использовать свой сервер для единой аутентификации, и это позволит организовывать всех пользователей в единое какое-то пространство, в единый менеджмент и так далее. Следующая вещь, которая показала свою практическую пользу, это базы данных большие, активно используется не вся их часть, и для того, чтобы получить большую производительность, но не потратить лишние деньги на то, для чего не требуется, у нас есть отдельная доработка, которая позволяет выносить хранение больших блок-полей на обычные диски, скажем так, HDD, которые достаточно дешевые, и информации из которых не требуются так часто. В то же время можно на каких-то быстрых дисках хранить активную часть, используя для этого SSD, SAS и прочие какие-то вещи. Исходные коды всех доработок опубликованы, ведутся какие-то работы по влиянию всех доработок обратно в проект Firebird с целью их расшаривания, скажем так, и более широкого тестирования. То есть все понимают, я не буду останавливаться на достоинствах именно open source, но это удешевляет модель разработки и сопровождения. Проект FSSP самый яркий, наверное, проект по внедрению. Цифры здесь написаны, доклад был представлен, то есть что, где, как. И это такая вот база данных, там и работает. Оборот большой, есть высоко нагруженные сервера, 24 на 7 режим работы, свыше даже терабайта данной, сотни тысяч транзакций в час обрабатывается, работает и вполне сносно, то есть объемы работы на уровне крупных. Есть еще ряд проектов, которые используют также. То есть в частности, вот такой проект был, уже существовал на СУБД Firebird, но потребовались функции безопасности, доработки, сопровождения, поддержка. И редбаза данных идеально вписалась в такие условия, позволила создать систему, развить, то есть медицинские информационные системы, они достаточно консервативные области, но, тем не менее, все это внедрилось, работает. Второй пример тот же разработчик внедряет, только отличается тем, что в основном используется, то есть в первом пролистал два слайда вперед, хотя нажимал кнопку другую. В общем, в Волгограде CentOS в Туле преимущественно была использована Windows, то есть работает на разных платформах. Так, мне надо закругляться уже, наверное, да? Один проект, к сожалению, пропустил. Ну, также корпорация RedSoft была отмечена, как уже упоминалось, вместе с проектом Федеральной службы судебных приставов в 2011 году, как лучший свободный проект за внедрение СПО на рабочих станциях и внедрение СПО на серверах. Вообще, закруглюсь я тем, что скажу, что опыт использования свободного программного обеспечения, в компании RedSoft показывает, что можно создавать решения промышленного уровня, федерального уровня, то есть все компоненты, которые используются в компании, они имеют открытый исходный код, его можно посмотреть. И мы приглашаем, то есть на пленарном заседании поднимались вопросы о том, почему вот и вопросы качества, и вопросы, почему вот использует Microsoft, а не какие-то свои аналоги внутри страны. Мы приглашаем к открытому тестированию, то есть всех желающих, кто думает, какой сервер выбрать, кто, например, сегодня задумался о том, а почему у нас Microsoft, например, или Oracle, или что-то еще, то есть а может нам что-то попробовать. Давайте попробуем. У вас есть программное обеспечение, SQL стандартный. Попробуем, посмотрим, где, почему, что хуже, лучше и так далее. То есть не обязательно для этого заплатить кучу денег, не обязательно для этого какие-то сильные сложности. Напишите письмо, и у нас с вами начнется работа. То есть сложностей никаких нет. Вы расскажете. Если у вас какое-то открытое обеспечение, но, например, другая СОБД, еще проще, мы ее спокойно возьмем, потестируем ваши задачи, выясним какие-то цифры, расхождения и поймем, куда двигаться нам, куда двигаться вам. То есть мне кажется, это все вполне себе решаемо. Вот. Спасибо всем за внимание. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Роман. Вопросы? СОБД революционная, Firebird революционная, кроссплатформенная, то есть Linux, Windows, на Spark платформах запускали. Есть проект, работает, ну, кстати, международный проект, вот, Spark платформа отдельно, то есть ранее были еще разные архитектуры, тоже специфические. На сайте они, кстати, приведены, то есть вот если на сайт сходить, там есть в разделе продуктов, там под разные платформы даже сборки выложены. То есть можно посмотреть, спросить, почитать. Ну, мы и лично общаемся с разработчиками. К счастью, основные разработчики русскоязычные, то есть российские, украинские. Вот. Ну, проблема языка не самая главная. То есть, если мы какие-то ошибки, допустим, исправляем, то есть, ну, технически, если находятся ошибки в результате нашей эксплуатации, мы их исправляем, исправление обязательно идет в Firebird, потому что у них такая же ошибка. либо мы им говорим, что ошибка, они исправляют, она идет к нам. То есть взаймовыгодные это обязательно. Ну и какие-то идеи, обсуждения, то есть и так далее. То есть в их мейлинг-листах там обязательно переписка там идет, мы ее читаем, свои замечания и наоборот. Спасибо. Ну, у Романа был там слайд, да, насчет активного сотрудничества. Нам просто поторопиться, наверное, надо. Но вот еще парочка вопросов. Ну, это все возложено на библиотеку. То есть все, что может библиотека Люсин найти внутри PDF, если это возможно, то есть текст там тоже сохраняется, а не просто картинка. Если это там возможно найти, то она там каким-то образом ищет. То есть мы используем, мы реализовали набор хранимых процедур, на языке Java, которые используют библиотеку Люсин, которые тоже на языке Java. То есть мы по разным таблицам, которые в индекс попали, таблицы, поля, выдаем результат. В каких таблицах встречается такая фраза и с какой релевантностью. То есть там хайлайтинг и прочие подсветки. Знаете, последний вопрос? Нет, ну это физически реальные цифры, которые… Это одновременных подключений. Нет, ну давайте исходить из реальности. То есть это тысяча подключений в месте, где есть тысяча подключений. Там, соответственно, стоит сервер, рассчитанный на тысячу подключений. То есть вот пример судебных приставов подтверждает, что у нас и на федеральном уровне, и на любом уровне база данных есть, она работает. То есть если бы в Тульской области было 10 тысяч пользователей подключений, то скорее всего там бы другое оборудование стояло, которое так же бы все обеспечивало. Ну давайте подключим. То есть вот прямой вызов был, поступил. То есть давайте сделаем такую нагрузку, мы готовы потестироваться. Пожалуйста, дайте нам такую нагрузку, мы потом будем смотреть, захлебнется или нет. Хорошо, спасибо, Роман. Поблагодарю.